Дорогие друзья, рады приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас в гостях известный ульяновский поэт Александр Лайков. Александр Лайков, член Союза журналистов и Союза писателей России, лауреат поэтической премии имени Николая Николаевича Благова и лауреат конкурса «Душа добру открыла двери». Мы рады представить вам этого замечательного автора. Александр Дмитриевич Лайков сотрудничает с журналом «Симбирск» не первый год и работал в составе редакции в нашем издании. Мы рады познакомить наших слушателей с творчеством известного поэта. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Александр Дмитриевич Лайков. Я всегда говорил, что у поэзии нет ни возраста, ни расстояний. А поэт, он всегда как бы остается вечным романтиком, своеобразным ребенком, который хочет сделать этот мир как можно лучше. Я родился в селе Икряное, это в дельте Волги, в Астраганской области, 16 февраля 1953 года. Закончил школу, пединститут, работал немножко в школе, год отработал, служил в армии в ПВО. А в 80-м году по разным обстоятельствам, ну, можно сказать, по семейным обстоятельствам, переехал в Ульяновск. Здесь я работал в разных газетах, потом был редактором газеты «Волжский строитель» и в последнее время трудился в газете «Ульянск сегодня». После этого перешел по приглашению Владимира Александровича Лучникова, перешел на работу в журнал «Симбирск». Вот я вам его показываю. Здесь он сначала существовал как карамзинский сад, как альманах, в совершенно другом формате. Ну, этот формат мы, можно сказать, восприняли от журнала «Юность». Вот в таком формате я был его первым редактором, так сказать, приложил руку к его созданию. Очень рад, что здесь пришлось работать с замечательными людьми. Здесь я много написал хороших статей и стихотворений. Вот некоторые стихотворения я вас сейчас прочитаю. В моем краю в яры врастают вербы, а в корне верб стальные якоря. В беленых трубах водят злые ветры, и жизнь хранят в сугробе января. Как ржавый бинт, рывком сорви коросту, заройся в снег по локоть и замри. Почувствуешь, как маленький отросток толкается в ладошку от земли. Пускай живет и греется до срока, зачем губить зародыш вербы зря? Его судьба прекрасна и жестока. Держать корнями в бурю якоря. Следующее стихотворение, посвященное Анатолию Чеснокову. Я в прошлом столетии печь затопил, завыла чугунная вьюшка. Дымком потянула до самых стропил, и брагой заполнилась кружка. А угли с шипением стреляли к ногам, как брызги ядреной вишневки. И боссы с похмелья молился снегам, кудрявый поэт из Тиньковки. Замерзнешь, дружище, ступай к это в дом, согрей свою душу и тело. Опять по России раздоры садом, и тьма бесенят налетела. Но рано нам мерить терновый венок, обжегся вся холодность мира. За нами Россия, языков и блок, и пушки надзвонкая лира. Подкинем поленьев, чтоб дым к небесам, чтоб в стужу запели капели. А утром поклонимся древним местам, где вечно зеленые ели. А самая старшая память хранит, а встреча друзей достоверна. И стлеет дискетки, и рухнет гранит, одно только слово бессмертно. Ты слышишь, дружище, певучая речь, не все еще песни допеты. Кудрявый потомок затопит нам печь, чтоб круг собирались поэты. Мне кажется, что я когда-то был, что раньше жил и вижу не впервые В ночной траве стреножных кобыл, холмы в крестах и кедры вековые. Во мне дремучий первобытный век, щетиной пробивается на скуле. Я был не птеродактиль, человек, и женщину любил на волчьей шкуре. Столетия шли, я знал на мрак и свет, добыл огонь, посеял хмель из лаки. Прекрасной даме посветил сонет и корчился на дыме в мрачном замке. Я слышал смертный хрип, когда погиб, как Пушкин, на дуэли. Я видел в небе ядовитый гриб, пища, как ангел в зыбкой колыбели. В тугой гудрон впечатан бледный след, и рек им играет на рояле. Зачем опять родился я на свет, коль мамонт вымер, а Христа распяли. Еще стихотворение, которое я написал совсем недавно. Я с трудом размыкаю капкан немоты, не могу докричаться до ровни своих. А на красном бугре вырастают кресты загадочных друзей одногодков моих. Ах, какие все были они пацаны, но спелись или погибли в разборке крутой. Мы последние дети великой страны. Это кто там стоит у обрыва с клюкой? Лейтенанту в походах не жмут сапоги. Он в боях пол Кавказа прошел без дорог. И в Течне схоронил половину ноги, но без ноги сапог, как зеницу берег. Я оглох от словесной пальбы и вранья, от казенных бумаг леденеет висок. На колхозных полях караван воронья, до седую полынь заметает песок. На руках у экранки растет лебеда, на корявых дорогах удушливый смог. И опять я шагаю, видать, не туда, а куда, если ерек совсем пересох. Есть примета, что много грибов не к добру, будет много гробов и семейных утрат. Это кто там стоит на крученную еру? Мой двойник, лейтенант или маленький брат? Я сейчас еще раз возвращаюсь к своей биографии, потому что мне хочется сказать, что в моей судьбе очень много, люди, которые сыграли большую роль в моей творческой судьбе. Первое, что я хочу назвать астраханскую поэтессу Клавдию Холодову. Когда я учился в педагогическом институте, я занимался в летобъединении «Стрежень», а она была лицотрудником газеты «Комсомольск Каспия». Вот она первая заметила мой, так сказать, талант и опубликовала мои стихи в газете «Комсомольск Каспия». Еще хочу сказать очень добрые слова в адрес моей хорошей знакомой, девушке. Это Надежда Филипченко. Я с ней познакомился еще с «Пионерскую правду». Вернее, когда я писал первое из своих стихотворений, я отправил в «Пионерскую правду». И мне прислали адрес девочки, девочки из Ленинграда, которая тоже пишет стихи. И мы долго с ней переписывались, потом встретились, потом как-то потерялись, потом через контакт как-то опять встретились, через контакт нашлись и сейчас по-прежнему дружим. Еще, конечно, я не могу не сказать о замечательном человеке, о замечательном поэте, педагоге, наставнике молодых. Это Александр Семенович Бунин. Когда я уже жил в Ульяновске, я занимался в летобъединении «Надежда», которую вел Александр Семенович. Он очень много мне дал. Можно сказать, он первый заметил во мне какие-то способности, какой-то дар и, можно сказать, вывел на дорогу большую поэзию. Сейчас я прочитаю еще несколько стихотворений. Истоки. Исток мой устье Волги, созвездие проток, моряна ветер волглый да горький полынок, курганы рыжей масти, глухие камыши, от Дмитрия до Настя, добро и свет души, и крянка, как непрядва в туманах добровей, прабабушкина правда расхристанных церквей, всхлепфилина ночами над полем страшных сеч, бульоновских тачанок, скартавенкую речь, да врытые навечно над Волгой окрест, и обелиска свечка, и православный крест. Мне, предков с Куликова, не уронить бы честь, от Дмитрия Донского во мне кровинка есть. Следующее стихотворение, посвященное моему молодому другу Александру Дашко. Я наелся ягод волчьих, стал как волк матер, посреди заветных строчек запалил костер. Здравствуй, Волга, бакен пеленг и столетний вяз, с камышом в кувшинках ерек, я сегодня ваш. Там, где был я, мир порочен, город нелюдим, кто-то плачет, кто хохочет, кто-то пьяный в дым, кто обрывом там, где омут, два шага и вниз, не рассказывая другому про такую жизнь, про утраченную нежность деревам и псам, как бродил я безутешен по глухим лесам, как зверел в плену бессонниц, как бывало пил, не предал друзей совесть всех, кого любил. А вот к небу был причастен, я, рыбацкий внук, заселял, как бог при Каспии, малышней белук, в ПВО на дальней точке был судьбой храним, я хочу не ягод волчьих, горсточку рябин. Это осень, мама, осень, и не на траве, и роятся мысли осы в грешной голове, облетает рыжий волос плата за стихи, и как будто раскололось сердце от тоски, вспоминая Волгу, вербы, первые слова, как давно я дома не был, не колол дрова, ссор в глаза и драйв по нервам, но на зло врагам остаюсь, как Бакин верным здешним берегам, здесь цветы живые в банке, память о сестре, я поправлю фото в рамке на седом бугре, а года бегут, как поезд, и резвей коня, но чиста душа и совесть в черной злобе дня, здесь печаль моя и радость, горе от ума, и любовь с горчинкой малость, посох до сума, сколько я сапог протопал пешем по Руси, жди меня, дружище, тополь, вишня, не грусти, завтра к отчему порогу выйду на заре, по утрам знобит немного, осень на дворе. Стихотворение, просвещенное моей маме, она умерла у меня два года назад, но мне она до сих пор снится, и как будто приходит ночью с фонариком и светит. Она приходит ночью, фонариком посветит, и говорит сыночек, живая, как до смерти, стоит белее мело и дышит невесомо, горюет, что без тела и не ночует дома, на краще кровати присядет до рассвета, в застиранном халате мерцает капли света, и строго так накажет племянницей и братьям, живите дружно, Саша, а дом не продавайте. От ледяного сдоха мне одеяло мало, как ночью было плохо, и приходила мама. Ну, немножко такое стихотворение с юмором. Мое одно из любимых произведений – это «Горе от ума» Александра Габаредова. Читаю «Горе от ума», опять читаю «Горе от ума», хочу как Чацкий колесить по свету, но кто подаст придворную карету, есть только вера, посох да с ума. Трава да колорадские жуки в деревне Суходол на старой даче, а впереди безрадостно маячит мои безгонорарные стихи. И хорошо, что Софья не жена, хоть с колыбеля без труда богата, зачем ей нищая моя зарплата, молчали на красотка влюблена, а он хитрец, не ведает она, торгаш, прольдоха и умом отмечен. Валяет дурака почти как Сечин, что делает, брат, такая вот страна. Предание глубокой старины, но как по-русски современные строки, вздаимцы, дураки, еще дороги. Слава богу, нет большой войны, хотя вчера обмолвилась к ума, что Сирия с Россией, мол, едины. Тут явно не хватает Украины. Опять читаю горе от ума. Стихотворение называется «Светает». Ничего не приходит на память, ни имен, ни событий, ни дат, но все время отчаянно тянет выйти ночью в намокнувший сад. Там на ветхах змеиные тени и луны апельсиновый срез, и дурман от персидской сирени вдоль икрянки разносит нордвест, шебуршат моложавые листья в предвкушении весенних дождей, и рождаются вещи и мысли в голове посидевшей моей. Хлопнет ветер распахнутой ставней, хлынет в горницу солнечный свет, и пойму я, что в мире светает и с природой един человек. Так. Следующий возьмем журнальчик. Я публиковался во многих журналах. Вот один из таких журналов «Берега», который выходит в Калининграде. У меня там было несколько публикаций, поэтому я прочитаю подборку из этого журнала. Называется «Русские поэты». Не топите баньку горькими стихами, рукописи знаю, не сгорят дотла. Помню, как на зорке вместе с петухами в мокром полисаднике вишня расцвела. Мы с тобой русские, а не самураи. Не бросайте рифмы в топку для огня. Нас не развращали в глянцевом журнале, веником березовым парила родня. Угли вороные тают, клеят в поддувале, в ковшике на донышке греется луна. Страна родимая, сколько повидали, а стихи крамольные, горе от ума. Плещутся метафоры в медном самоваре, в мокром полисаднике вишня расцвела. Ах, какие барышни, здесь нас целовали. Мы поэты русские, вот и все дела. А в саду подспели вишни, на варенье липнут осы. Воробей, как солнце рыжий, расчирикался с березы. В перевалку ходят гуси, слышен беглый звон гитары. У окна в зеленой грусти я с компьютером гутарю. Деревенские напевы и пейзажи сплошь шедевры. Вон белье полощут девы, все прекрасно, как в Венере. Хорошо на тихой речке, у ковшинок и осоки. Наши годы быстротечны, думы благостно высоки. И мои друзья-поэты меркантильную эпоху, неподкупные, как дети, разговаривают с Богом. В этом доме колючие сны, будто хвои набили подушку, и шершавые шишки сосны бередят мою грешную душу. Чуть колеблется пламя свечи, на окне отражаются блики. Эта теща в кромешной ночи у иконы читает молитвы, как знакомы святые слова, что глаголила бабушка в детстве. Посидела моя голова, потерялся серебряный крестик, только тянет в родные места, к заповедным кувшинкам лимана. Слава Богу, что совесть чиста, и жива моя добрая мама. Сколько бурь принеслось над страной, ветер свежий, как рельсы протяжен. Ничего, мы тряхнем стариной, и отважно по рюмочке вмажем. Я испил свою чашу сполна, и в распутье не сбился с дороги. Красноперкой вплывает луна, прямо с неба в заветные строки. Я опять у обрыва стою, мне до крови обветрило губы. Все равно эту землю люблю, как умеют любить однолюбо. Первоклассница Над городом курлычат журавли, как будто им пространства мало, а первоклассники смотрят буквари, и по слогам читают «Ма-ма». О, сколько им явление суждено открыть зашкольную программу, осенний дождик тренькает в окно, а Маша снова моет раму, и сиротливо смотрят из угла забытый мяч и кукла Барби, а школьница вертлява, как юла, косички прыгают по парте. Сосед за бантик дернул не со зла, порыве детского азарта. Девчонка неуклюжая и мала, но расцветет еще внезапно. Семь раз деревьев облетит листва и возвратится вновь на ветви, когда мальчишка вымыл слова, которых чище нет на свете, отведает печаль из сентября и горечь школьного романа. И все опять начнется с букваря, где по слогам читают «Ма-ма». Ну, теперь надо, наверное, прочитать стихотворение о любви. У меня есть хороший друг, Олег Киселев, который работает в филармонии нашей, в Лянской. Он написал на моей стихе несколько песен. Но петь я вам не буду, я просто прочитаю стихи. Называется «Новогодняя». Январские ночи, студеные долги, Луна налипает на стекла фрамуги, И сыплется хвоя с божественной елки, Как будто заколки с прически подруги, И тикают ходики возле гардины, И копает ямбом вода из-под крана, Как звонка рифма великой Марины, Всех каплюгрушенно, морозно и странно, Воркует голубкой вода в батарее, Тепло и уютно, все в доме уснули, Янтарные капли густой акварели, Мерцает нарядное платье на стуле. Но дышат соблазном другие картины, Старинные вальсы, бенгальские свечи, И вкусопрогортлой осенней калины, Открытые томно-роскошные плечи. Все было и будет, прекрасно и мудро, И елки, и вальсы, и шорохи снега, Январь стекает за окнами утра, И длится любовь до скончания века. Еще одно стихотворение. Опять осенняя хандра, Туман безденежья, И небо пасмурно с утра, Куда тут денешься? Сидишь в потемках, как в кино, Сердечко мается, А мне бы солнышко в окно, Хоть с самой малости, Дождинки тренькает в окно, Гитарным тремоло, Уже с карниза натекло, Но это временно, Тускнеет краски октября, Деревья выни, И дышит лист календаря, Погодкой зимнюю, Суровой стужей январь, Февраль метелицы, Хандра, безденежья печаль, Все перемелется, Ударят первые гроза, Взойдут подснежники, Я взгляну в твои глаза, Такие нежные, Растопит холодок в крови, Лучами вешнями, И губы влажные твои Запахнут вишнями. Ну, еще такое немножко Стихотворение С элементом эротики, Будем так говорить. Ты меня никогда не любила, Намекала, потом полюблю, И когда угасала светила, Снизошла на погибель мою, А глазище зеленого цвета, Плечи зной астраханского дня, Берегиня почти не одета, Ты зачем искушала меня, Обо всем мы друг другу сказали Накануне греха и мечты, Но зачем-то, как ведьма босая, Наводила обратно мосты, А потом, когда звезды мигали И краснела на небе луна, Ты зачем утопила в бокале Обручальные кольца до дна, А когда на старинном серванте Отсчитала кукушка года, Ты зачем ее порхнула из платья, Из последних одежд без стыда, Ничего не рассказывая маме, Ты шептала обычай храня, Но зачем растворилась в тумане На крылечке, целуя меня. Так, теперь стихотворение. Кукушка Промолвила мама, Я влюблялся и пел, Как скворец на заре, И меня целовала крестовая дама, Каркал ворун, Предвестник разлуки беды, И дрожала роса на кустах краснотала, Я стояла на иру У дремучей ветлы, А кукушка с березой Опять куковала. Я не плачу и не смеюсь, И задор мой давно угас, Но ночами я вновь молюсь За рассвет твоих карих глаз, За смешные ямочки щек, За испуг переспелых губ, За волос твоих русый шелк, И за то, что тебе я люб. Хорошо нам с тобой вдвоем, Дышим песеном в полутакт, Мы долюбим и допоем, И отправим любовь в контакт. Я не плачу и не смеюсь, Оглотаю горечь рябин, Слава Богу, зато молюсь, Что я был на земле любим. Мы благодарим Александра Лайкова За участие в нашей программе. Александр Лайков В своем выступлении Вспоминал ульяновского поэта, Руководителя литературного объединения Надежда Александра Семеновича Бунина. И в моем сердце Тоже отзывается благодарностью Это имя. Прошло много лет, А ученики Александра Семеновича Бунина Сами стали известными Ульяновскими поэтами. И литературные традиции продолжаются. Поэзия – это поручение, Которое нужно выполнить И передать эстафету другим. Ульяновские читатели Любят и знают Стихи Александра Лайкова. Часто цитируют Вот это стихотворение. Ты слышишь, дружище, Певучая речь, Не все еще песни допеты, Кудрявый потомок Затопит нам печь, Чтоб в круг Собирались поэты. Пусть будет так, Пусть традиция поэтическая Не прерывается. И пусть у Александра Лайкова Рождаются новые стихи О родине, О любви, О Волге. Мы, Как читатели, Будем ждать Новых произведений Поэта. На этом Наша встреча завершается. Благодарим вас За внимание. Субтитры создавал DimaTorzok